10 звезд, закончивших жизнь самоубийством Что толкает людей совершить самоубийство? Финансовые проблемы, неурядицы на работе и в семейной жизни могут сломить любого. Мы привыкли думать, что у звезд мирового масштаба таких проблем нет, либо же они сведены к минимуму. Однако смерть можно констатировать и от этой информации никуда не деться. Ознакомьтесь с нашим рейтингом звезд, которые закончили жизнь самоубийством. Марио Манничелли. Известный итальянский кинорежиссер свел счет из жизни в довольно почтенном возрасте, он переступил через порог 95 лет. Его фильмография впечатляет. Манничелли по праву считают основателем итальянской комедии. Последние несколько лет он боролся с тяжелой болезнью, раком простаты. И хотя болезнь прогрессировала, кинорежиссер оставался таким же остроумным и всегда шутил. Жаль, но такое прекрасное чувство юмора не помогало в борьбе с раком. Манничелли не стал дожидаться конца, а покончил жизнь самоубийством. Он выбросился из окна больницы, в которой лежал. Такой исход его не пугал, ведь его отец тоже сам принял решение уйти из жизни. Джован Белчер. Звезда американского футбола, 25-летний Джован Белчер так и не стал легендарным полузащитником, но нашел способ прославиться. Молодой парень 9 раз выстрелил в свою подругу, мать их общего трехмесячного ребенка. Свидетелем убийства стала мать погибшей, которая приехала на помощь молодой маме. У семейной пары отношения не складывались. После убийства Джован поехал к стадиону, где встретил тренера и менеджера, поблагодарил их, попросил позаботиться о его дочери, сознался в содеянном и покончил с собой, выстрелив в голову. После вскрытия экспертиза показала, что Белчер был под действием алкоголя. Честер Беннингтон. Вокалист группы Линкен Парк ушел из жизни через повешение. Это случилось через два месяца после самоубийства его лучшего друга Криса Корнелла. Возле трупа была обнаружена полупустая бутылка алкоголя. День был выбран музыкантом не случайным образом, Корнеллу было бы 53 года. Честер был левшой, обожал татуировки, имел в общей сложности пять детей, расписанный график гастролей и любовь фанатов по всему миру. Все это не удержало его на этом свете, а смерть близкого друга подкосила окончательно. Робин Уильямс. Безупречный актер, комик Робин Уильямс ушел из жизни в возрасте 63 лет. Обладатель Оскара, всеми любимый главный герой миссис Дудфайр закончил жизнь самоубийством, повесившись на ремне в комнате сына, который был в отъезде. Актер не смог жить с болезнью Паркинсона, а уж тем более поделиться проблемой с общественностью. Его преследовали тревожное состояние, расстройство сна, депрессия. Последнее время он вел себя очень странно, спрятал драгоценные часы в носок и оставил в доме помощника. Он и имел проблемы с алкоголем, но ни спиртные напитки, ни наркотики не были обнаружены в его крови при экспертизе. Курт Кобейн. Еще одна звезда, закончившая жизнь самоубийством. Легендарный вокалист популярной группы Нирвана прожил всего лишь 27 лет. Споры о смерти Кобейна можно вести долго, но смертельная доза героина в тандеме с предсмертной запиской не оставляют сомнений, что это самоубийство. У фронтмена Нирвана было ужасное детство, тяжелое юношество. Среди всех родственников по-настоящему близким он был лишь с дядей. Темная полоса закончилась с приходом популярности в 1988 году и знакомством с будущей женой Кортни Лав. В 1990 году к 27 годам Курт уже имел целый список болезней, которые дополняли алкоголизм и маниакально-депрессивный психоз. Возможно, своевременное обращение к психиатру предотвратило бы печальный исход, Курт переборщил с наркотиками и застрелился. Тони Скотт. Блистательный кинорежиссер и продюсер прыгнул с моста в воду. Смерть была ненасильственна, доказательством тому служат фото и видео очевидцев. Тони Скотт не колебался ни секунды, его действие было целенаправленным. В припаркованной неподалеку машине нашли предсмертную записку. Первой версией причины самоубийства предполагалась опухоль мозга и вытекающая отсюда депрессия. Однако его супруга сразу же опровергла слухи о раке. Позже судмедэкспертиза тоже подтвердила отсутствие злокачественных опухолей у Скотта. В крови были обнаружены следы снотворного и антидепрессанта. Они не могли спровоцировать смерть, но в побочных явлениях одного из препаратов был указан риск совершения суицейда. Дейв Мира. Легенда экстремального спорта Дейв Мира был найден мертвым с огнестрельным оружием в своем черном Ford F-150. Известно, что все это произошло после встречи с друзьями. Однако у следственных органов нет ни капли сомнения, что Дейв покончил с собой. Удивительно, но у Дейва тоже было тяжелое детство. Он пережил развод родителей. И все же эти события его не сломали, он не стал употреблять наркотики, а серьезно занялся велоспортом. Со временем он стал учиться различным трюкам, его популярность стремительно росла. Со всех соревнований он приходил с медалью, с 24 штук было 14 золотых. Незадолго до смерти Дейв опубликовал фото с женой в Instagram. Причина случившегося окутана тайной, но об убийстве речь не идет. Джа Алимант. Модель журнала Мэксом ушла из жизни, повесившись на шнуре от пылесоса. Популярность к девушке пришла после участия в телевизионном проекте «Холостяк». Суицейду предшествовала настоящая любовная драма модели. После расставания с Райаном Андерсеном Алимант не могла прийти в себя. Попытка повешения не привела к мгновенной смерти, Джа Ай еще два суток провела в больнице. Произошедший инцидент повлек необратимые последствия, отказ работы головного мозга и других внутренних органов. Андерсон полностью ушел в баскетбол, чтобы справиться с переживаниями. Хит Леджер. Знакомая картина, популярный актер, найден мертвым в своей квартире. В крови обнаружен коктейль из препаратов наркотического, обезболивающего и снотворного характера. Леджер спал не более двух часов в сутки, что не могло не отразиться на здоровье. Беспардонно заявлялся на завтрак к друзьям в шести утра. Поэтому снотворные таблетки у него были всегда. И все бы можно было списать на случайную передозировку, если бы не один интересный факт. Перед смертью актер позвонил нескольким друзьям и попросил разбудить его с утра. Возможно, он делал ставку на то, что так его быстрее найдут. Аарон Шварц. Последним в нашем рейтинге звезд, закончивших жизнь самоубийством, будет не певец, не актер и не жертва передозировки. Аарон Шварц, программист, писатель, с 14 лет уже был в команде Тима Бернерселя, создателя всемирной паутины. Он был активистом, редактором английской Википедии. За его активную позицию он не был всеми любим. Когда в 2011 году он был пойман за использование институтской сети, для входа в которую использовал гостевой аккаунт, его засудили до 35 лет тюрьмы и внушительного штрафа, 1 миллион долларов. Шварц не выдержал давления, не смог смириться с ситуацией и повесился у себя в квартире. Предсмертной записки не было, отец парня лишь сказал, что сына убило правительство.